друзья посмотрите вот такая красота у меня получилось всем огромный привет наши дорогие любимые самые лучшие подписчики и гости канала добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня делюсь с вами рецептом самых удачных маринованных грибов грибы получаются настолько вкусными настолько в маринаде идеально подобраны уксус соль сахар однозначно рекомендую это просто объедение приготовьте не пожалеете оставайтесь со мной сейчас подробно расскажу как приготовить вкуснейшие маринованные грибы на зиму мы начинаем и так посмотрите в лес мы не ходили но вот такое количество грибов привезли нам доставкой на дом грибы мы купили очень дешево поэтому пришлось взять аж 7 килограмм в общем 7 килограмм грибов очень тщательно каждый гриб прямо так хорошо под холодной водой промыла и получилось у меня два вот таких больших подноса что мы будем делать в первую очередь нам грибы необходимо отварить для этого мы вот такие мелкие грибы оставим как есть прям так закинем варить а вот такие грибы покрупнее я разрежу на четыре части все сейчас этим займусь покажу сразу беру большой казан в котором буду отваривать грибы и вот такие крупные грибы делю значит на четыре части вот так вот такие средние грибы делю пополам мелких грибов у меня здесь в принципе нет но если бы гриб был бы совсем мелкий то я бы его оставила прям целиком нарезанные грибы отправляю в казан и так буду резать до тех пор пока полностью казан у меня не наполнится грибами прям до полного буду наполнять казан потом когда во время варки грибы обязательно в любом случае уменьшится в объеме вот поэтому пока работаем заполняем до полного и так друзья грибы я нарезала как видите полный казан у меня получился теперь отправляю в казан 3 литра фильтрованные обычной воды грибы не должны быть покрыты водой когда сейчас вода начнет закипать грибы выделят свой сок и они будут полностью погружены в воду отправляю на плиту на максимальный огонь до активного закипания после активного закипания уменьшу огонь до среднего и под закрытой крышкой буду варить грибы 10 минут друзья смотрите грибы уже уменьшились в объеме я заливаю в воду десертную ложку 70 процентного уксуса это делается для того чтобы грибы не потемнели а также отправлю грибам одну столовую ложку соли все вот так утапливаем и ждем когда грибы закипят итак друзья посмотрите образовалось много жидкости и вода закипела все дальше закрываю крышкой газ до среднего ставлю где-то на шестерку и засекаю ровно 10 минут грибы у меня активно кипели я уменьшила до четверки итак друзья с момента закипания прошло у нас 10 минут ровно 10 минут все газ отключаю и теперь воду необходимо слить а грибы откинуть на дуршлаг грибы на дуршлаг я откинула и тем временем пока варилась первая партия нарезала все оставшиеся грибы здесь и здесь далее в казан отправляю следующую партию грибов баночки я тоже подготовила и 3 литра воды для второй партии я также подготовила уже все казан опустошила дальше в казан отправляются опять 3 литра фильтрованной воды сразу в казан можно отправить одну столовую ложку 70 процентного уксуса и одна столовая ложка соли перемешиваю и в казан отправляю вторую партию грибов делаю все то же самое все друзья вторую партию грибов я сделала с небольшой горкой потому что грибы прям на глазах садятся уменьшаются в объеме когда они уменьшатся у меня буквально две горсточки грибов здесь осталось я дополню и все оставшиеся грибы отварю второй партией будет чуть больше чем в первой партии все отправляю на газ на максимальный огонь после закипания уменьшаю накрываю крышкой все как обычно в первый раз друзья хотела вам показать если у вас небольшая кастрюля или казан не переживайте прям не стесняясь с горой сыпьте потому что они ко дну не прилипают я уже проверила доказано это на себе проверила ко дну не прилипают и вот так уменьшаются у меня как вы помните вторая партия была с горой и еще две большие такие жмени грибов у меня оставалось то есть я еще эти жмени сверху добавила видите они все опустились до кастрюля получилось более плотно набито чем в первой партии когда я первый раз готовила до грибы варила но тем ни менее все грибы у меня поместились двумя партиями я сперва думала что три партии придется варить нет двумя партиями все обошлось тем временем пока у меня варится вторая партия грибов я поставлю стерилизоваться банки беру мантышницу и лист от мантышницы устанавливаю держателем книзу вот так дальше вот так вверх дном устанавливаю банки вот таким образом получается сразу одновременно простерилизовать огромное количество банок в нижнюю часть мантышницы я отправлю крышки налью как обычно воду поставлю на газ на максимальный огонь как только в нижней части мантышницы вода закипит засекаю ровно 10 минут крышки варятся внизу банки стерилизуются сверху в течение 10 минут все друзья вторая партия грибов у меня также отварилась дальше необходимо сделать маринад для маринада я вам расскажу что необходимо для маринада из расчета на 1 литр на 1 литр маринада нам потребуется 3-4 зубчика чеснока 2 лавровых листа гвоздики 4 штучки 70 процентный уксус 2 чайные ложки соль 1 столовая ложка сахар 1 столовая ложка кориандр по желанию я кладу одну чайную ложку перец горошком пол чайной ложки и перец душистые 4 штучки это из расчета на 1 литр маринада так а сколько уйдет у вас маринада это необходимо будет мерить по вашим грибам по вашей кастрюле значит я делаю следующее все ингредиенты у здесь отмерены из расчета на три с половиной литра воды берем казан казан после того как сварилась вторая партия грибов я помыла и отправляю в него все грибы когда грибы были свежие пришлось мне варить двумя партиями а когда грибы уже отваренные видите чуть больше половины казана у меня получилось нам необходимо чтобы грибы были слегка покрыты водой холодная фильтрованная вода у меня далее в казан как я уже говорила из расчета на три с половиной литра воды я отправляю три с половиной столовые ложки соли три с половиной столовые ложки сахара 7 лавровых листиков 14 душистых перчиков 14 веточек гвоздики и неполные две чайные ложки черного перца горошком все друзья казан отправляется обратно на газ на максимальный огонь как только закипит варить грибы буду ровно пять минут чеснок я пока не отправляла в казан чеснок отправится в казан за две минуты до готовности точно так же и уксус 70 процентный учитывая что у меня три с половиной литра воды уксуса и возьму 7 чайных ложек либо это две столовые ложки и одна чайная ложка и 14 зубчиков чеснока чеснок я заранее подготовлю его необходимо будет мелко нарезать то есть как через чеснокодавку я его не измельчаю вот такой вот тоненькой соломкой сейчас таким способом полностью нарежу чеснок все чеснок я подготовила ждем когда закипят грибы кладем кориандр и грибы у меня уже закипают но еще не активно кипят нам необходимо дождаться когда они закипят активно поэтому я сейчас закрываю крышку и ждем когда грибы наши закипят итак друзья открываем крышку смотрим грибы уже активно кипят как видите с этого момента засекаю ровно пять минут через три минуты нам необходимо будет отправить в казан еще чеснок и уксус так друзья прошло три минуты до конца приготовления грибов у нас осталось буквально пару минут за пару минут до конца отправляем 70 процентный уксус в количестве 7 чайных ложек или две столовые ложки и 1 чайная ложка а также заранее подготовленный чеснок и все хорошо перемешиваем опять закрываем крышкой и буквально осталось пару минут все друзья прошло две минуты отключаем газ вот такие аппетитные грибы у меня получились и теперь прям в горячем виде нам необходимо закатать их в стерилизованные банки так банки с крышками у меня уже все подготовлены берем банку одну снимаем крышку воронку и ковш я тоже стерилизовала вместе с банками и крышками то есть все должно быть максимально стерильным и теперь через воронку вот так наполняем банку грибами как можно плотнее стараюсь набивать грибы и немножко рассола закрываю крышкой и затягиваю банку как можно туже и теперь переворачиваем вверх дном на салфетку если банки у меня с обычной крышкой вот такое значит закатываю при помощи закаточной машинки устанавливаю воронку и заполняю банку грибами прикрываю крышкой и при помощи закаточной машинки делаю движение круговые против часовой стрелки до щелчка очередная банка у меня закрыта переворачиваем вверх дном на салфетку все друзья сейчас таким способом заполню все имеющиеся у меня банки затем покажу что у меня получилось итак друзья посмотрите вот такая красота у меня получилось банки у меня разнокалиберные это полтора литровая 3 литровые банки и 6 полулитровых банок а также у меня осталось вот такое небольшое количество грибочков которые мы вместе с алексеем на мукбанк канале и вместе с вами попробуем скажем свое мнение эту чашку с грибами я оставляю до полного остывания потом накрою пищевой пленкой уберу в холодильник все остальные банки я накрываю вот так одеялом и оставляю вот здесь на столе до полного остывания друзья посмотрите вот такая красота у меня получилось вот такое количество баночек мы сейчас с вами одну откроем потому что те грибы которые оставались незакатанными они уже нами съедены это нечто обалденное так сейчас открою так сейчас выложим тарелку в чашку обалденный запах просто невероятное что-то посмотрите как это аппетитно выглядит конечно же суда можно слив рассол добавить растительное масло тонко нарезанный полукольцами лук и у вас будет отличная закуска как на новогодний стол так и просто какому-либо мероприятию есть грибочки мы будем на нашем мукбанк канале вместе с алексеем с картошкой и яйцами рецепт есть на канале ссылочку также оставим внизу в описании под этим видео ссылку на наш мукбанк канал где мы пробуем грибы говорим наше мнение об этих грибах также найдете внизу в описании под этим видео ну а это видео буду заканчивать если видео понравилось ставьте обязательно пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова